Она случайно уронила ложку. Звук был сильнее выстрела в тиши, и, испугавшись, вздрогнула немножко. Сын нервно бросил. «Мама, не спеши!» И тут взвелась змеё её невестка, как будто наступила на иглу. «Я ж говорю, что ей у нас не место. На кухне вечно крошки на полу. Ты знаешь, как она меня достала. Я что, слугой быть у неё должна? Так вот, последний раз тебе сказала, решай сегодня, я или она!» Кричала нервно, громко, истерично, и начисто забыв о тормозах. Опять испорчен завтрак, как обычно. Застыли слёзы хрусталём в глазах. Сынок молчал, молчала рядом внучка, тот ангелок, которого она так много лет в своих держала ручках. Большая стала, нянька не нужна. Невестку же, как будто бес вселился, кричит, бьёт неве кулаком об стол, Чтоб завтра же к ней в зал переселился. Сын молча встал из-за стола. Ушёл. Рыдания застыли в горле комом. Она не мама, бабка и свекровь. Дом стал чужим, жестоким, незнакомым. Когда же в этом доме умерла любовь? Очередная ночь была бессонной. Подушка стала мокраю от слёз, и голова гудела медным звоном. «Зачем, сыночек, ты меня привёз?» А утром сын подсел к её постели, боясь взглянуть в молящие глаза. С волнением, справляясь, еле-еле, чуть слышно, полушёпотом сказал. «Ты, мам, пойми, мне тоже очень трудно. Я между вами, как между двух огней. А там ещё к тому же многолюдно. Тебе с людьми там станет веселей». «Да, мне, сынок, веселья-то не надо. Мне б рядом с вами, близкими людьми. Мне б помереть, сынок, с тобою рядом. Да тяжело с тобою нам, пойми. У нас и так семья, дела, работа. И жизнь у нас ведь далеко не рай. Жене вон тоже отдохнуть охота, А ей тут тебе сготовь да постирай». «Ну, что, сынок, коль я обузой стала, Вези меня в тот престарелый дом». Глаза прикрыв платочком зарыдала. А сын сглотнул застывший горликом. А через день нехитрые пожитки Лежали в узелочках на полу. Зачем-то дом припомнился, Калитка, А дождь стекал слезами по стеклу. «Ну вот и всё. Теперь им тут спокойней, И легче будет без обузы жить. А я, я, видно, этого достойно». Но ноги не хотели уходить. А ноги стали ватными от горя, И сердцу места не было в груди. А сын, чтоб расставание ускорить, На дверь кивнул и приказал. «Иди». Она за грудь, держась непонарошку, Как будто так ослабнет сердце боль. «Давай, сынок, присядем на дорожку, Чтоб легким путь туда был нам с тобой». Ну что дадут короткие минуты, Коль расставание обозначен срок, А впереди вдруг сына почему-то Шагнула мама первой за порог. Казенный дом, Тяжелый спертый запах, Лекарств виду и хлоркой пополам. Вон на диване чей-то бывший папа, Сосед свечих-то, Тоже бывших мам. Сын проводил с вещами до палаты, Прощаясь, как-то сухо обронил. «Прости меня, А будет скучновато, Вот телефон, Возьми и позвони». Но на прощание все же обнял маму, Прижал к себе, Как много лет назад, Когда еще была любимой самой, Поцеловал и посмотрел в глаза. А в тех глазах застыла боль разлуки, Ее теперь ничем не исцелить. В своих руках морщинистые руки он задержал, Не в силах отпустить. У мамы по щеке слеза скатилась. «Ты сам, сынок, Хоть изредка звони». К плечу родном робко прислонилась. «Иди, сынок, Господь тебя храни». И вслед перекрестила троекратно, И, отпустившись тяжко на кровать, Друг осознала, Ей теперь обратной дороги к сыну Больше не видать. Дни потянулись чередою мрачной, Похожие, как братья-близнецы. За что конец такой ей был назначен? За что здесь матери? За что отцы? В тоске по сыну Таяла, как свечка, Молилась, Господи, прости его, Кровиночку мою, Мое сердечко, А больше мне Не нужно ничего. Возьми, Господь, мою скорее душу, Коль не нужна я больше на земле, Хранила фото сына под подушкой, Казалось, С ним ей было спать теплей. А сын, вернувшись из поездки дальней, Все вспоминал про мамины глаза, Все вспоминал, Ее тот взгляд печальный, И как бежала по щеке слеза, И запах мамин тот неповторимый, И пряди белых маминых волос, И мамин голос, Ласковый, любимый. Зачем же маму я туда отвез? Как мог забыть, Что маме трудно было, Что ей пришлось снести и пережить, Когда она одна меня растила, Когда пришлось ей О себе забыть? Какой же я после этого мужчина? Раз маму не сумел я защитить, То, с кем был связан прочной пуповиной, Кто в этой жизни сможет заменить? На утро, не сказав жене ни слова, Поехал снова в престарелый дом, Лишь только б мамочка была здорова, И все пойдет отныне чередом. Теперь с нее сдувать пылинки буду, Не дам слезинки ни одной упасть, Давать ей буду лучшую посуду, Еды кусочек лучший буду класть. Вот, наконец, знакомая палата, На тумбочке остывшая еда, Пустующая мамина кроватка, А мамы нет, Мелькнула мысль, Беда, И сжалось сердце в маленькую точку, И под ногами закачался пол, Рукой держась за стенку, По шажочку по коридору, Медленно пошел, И чей-то голос вслед ему, Послушай, А по спине стекал холодный пот, Но вдруг увидев, Что навстречу с кружкой по коридору Мать его идет, И сразу с плеч упал гнетущий камень, И слезы счастья брызнули из глаз, Он маму крепко обхватил руками, А мамочка в рыданиях зашлась, Сынок, Я, мама, за тобой вернулся, Домой поедем, Вещи собирай, И, как бывало в детстве, Улыбнулся, Я так решил, А ты не возражай, Садись в машину, Что ты в самом деле? Тайна прощания Им махнул хоть раз, А из окошек С завистью глядели Им вслед десятки Грустных Старых Гласс Тайна прощания Тайна прощания